Всем привет! Меня зовут Маша. В этом видео я представлю мотопомпы торговой марки Хютер, модели MP50 и MPD80. Расскажу о их особенностях и покажу, как использовать. Мотопомпа – это центробежный насос с бензиновым двигателем, который предназначен для орошения сельскохозяйственных участков, подачи и откачки больших объемов воды. Данная техника отлично подойдет для смены воды в бассейнах, быстрого осушения подтопленных помещений, а также при возведении фундаментов и других строительных работах. Цифра в названии моделей указывает на диаметр входного и выходного патрубка. MP50 предназначена для чистой воды с частицами до 5 мм, а MPD80 для грязной воды с размером частиц до 30 мм. У модели MP50 производительность 600 литров в минуту у MPD80 900. Мощность двигателей этих моделей составляет 7 лошадиных сил. В комплект входит мотопомпа, виброопоры, две уплотнительные шайбы, два соединительных патрубка для шлангов, фильтр для очистки воды, три хомута, свечной ключ и инструкция по эксплуатации. На основании мотопомпы установим виброопоры, затянув гайки ключом. Перед началом работы необходимо залить масло. Для моделей MP50 и MPD80 с 4-тактным двигателем используйте масло Хютер 10В40 объемом 600 мл. Нужно вывинтить щуп и залить в картер масло до нижнего края горловины. Первая замена масла происходит через 5 часов работы, вторая замена через 25 часов, а затем рекомендуемый интервал каждые 50 часов работы. Пробка слива масла из картера двигателя находится внизу. Далее зальем бензин в топливный бак емкостью 3,6 литра. Рекомендуем использовать неэтилированный бензин высокой очистки с октановым числом не менее 92. После к входному патрубку необходимо установить всасывающий шланг и закрепить хомутом. С другой стороны к шлангу прикрепим фильтр. Он исключит попадание внутрь мусора. Далее на выходном патрубке зафиксируем напорный шланг, с обратной стороны которого установим ствол. Опустим всасывающий шланг в воду. Затем заполним мотопомпу водой через заливное отверстие, отвинтив для этого пробку в верхней части насоса. Благодаря установленному обратному клапану вода не вытекает из насосной части. Мотопомпа готова к работе. Для запуска передвинем топливный кран в положении «Открыто». Далее закроем воздушную заслонку и передвинем переключатель зажигания в положении «Включено». Для запуска двигателя потянем за ручку стартера. Прогревая двигатель в течение минуты, нужно постепенно перевести рычаг заслонки в крайнее правое положение, а затем с помощью рычага газа отрегулировать обороты. Помните о мерах безопасности. Мотопомпа должна находиться на ровной поверхности. При установке необходимо обеспечить наличие свободного пространства не менее одного метра с каждой стороны. Рекомендуем использовать мотопомпу вне помещений. Перед работой не забывайте следить за уровнем масла в двигателе. Его необходимо проверять перед каждым началом работы. Для выключения мотопомпы снизим обороты, переведем переключатель зажигания в положении «Выключено» и закроем топливный кран. После работы через сливное отверстие легко удалить воду. Для этого открутим пробки сверху и снизу. Далее медленно потянем ручку стартера, чтобы провернуть рабочее колесо насоса. Теперь посмотрим, как модель MPD-80 справится с грязной водой. Опустим всасывающий шланг в воду. Мотопомпы могут поднять воду с глубины до 8 метров. Максимальный напор MP50 равен 32 метра, у всех остальных моделей 30 метров. После работы необходимо промыть фильтр. Подробные рекомендации по работе с мотопомпой, требования безопасности, а также указания по уходу за оборудованием вы найдете в инструкции по эксплуатации. Обязательно ознакомьтесь с ней перед использованием. Соблюдайте эти простые правила и работа с мотопомпой будет приятной и безопасной, а наша продукция станет вашим верным помощником на долгие годы. Всем пока, еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok